здравствуйте уважаемые зрители канала тактик медиа мы завершаем сегодня рассказ о судьбе экипажа крейсера м дина вообще подводим черту под этой драматичные во всех смыслах истории у нас в студии фирта викторович лисицын здравствуйте алексей да очень приятно здравствуйте ну что скажешь во первых сейчас начало несколько как бы поправок скорее у меня люди монархически настроенные очень это собирающая коллекцию так сказать монархов и тогда не как что-то плохое не как что-то плохое как хорошее сказали что я не упомянул и это действительно не упомянул что один из лейтенантов на эмдоне был никто иной как франц иосиф принц генцоллер потомок кузена императора вильгельма первого германского и крестник самого франца иосифа собственно почему франц иосиф крестник самого императора франца иосифа австро-венгерского и этот офицер доблестно сражался в бою с сиднем попал в плен а как его занесло то на такое можно сказать да как карьера очень интересная чем-то даже напоминает карьеру самого командира эмдона потому что после начального кавалерийского училища вместо кавалерий захотел пойти на флот в 1909 году в окончил военно-морское училище и попал для дальнейшего прохождения службы в конце 13 начале 14 года попал на эмдон просто портаться еще в мирное время дальнее плавание как-никак дальневосточные воды полезно для карьеры полезно для дипломатических знакомств но оказался вполне годным офицером то есть это не было какое-то наказание нет 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 никоему бы ссылкой нет попал в плен вот якобы вот есть книга даже написано его сыном очень хорошо иллюстрированная обильно значит эмдон вас крысов шевалю с рейдер то есть вот прямо так вот его сын да он сам ему мало того что он генцоллер он взял право воспользовался стал принц генцоллер эмдон его сын значит написал книгу тоже кстати служивший в к и в к икс марина во время второй мировой тоже лейтенант книгу что интересно он написал на пару с английским адмиралом вудвортом этакое примирение так сказать после второй мировой примирение против нового противника книга богата бытовыми всякими подробностями желающие могут конечно на русский приводил нет не переводилась то есть на языке оригинал да да с другой стороны видно что это действительно рассказы отца сыну как всякая мемористика человек писал сильно после событий хорошо передавая скорее дух чем факты ну кратко скажем о судьбе сначала эмдона после того как сидней погнался за бюреском командир бюреска затопил свой угольщик сидней вернулся начал опять стрелять по эмдону это мы все просто разговорили дальше началась переписка и реверансы в стиле вообще девятнадцатого века с условиями сдачи в плен в общем я не знаю командир сиднея ну действительно с точки зрения как мы сейчас знаем после знаний терял время ресторана он то считал что никуда десантная партия с острова кокос не денется куда же не денется да вот принять капитуляцию эмдона это в общем то дело вполне достойное а как коммуникации ты происходила на шлюпке возили младшим радио нет в радио радиорубка эмдона сгорела со всем оборудованием в ходе боя сигналами флажками это как-то не солидно в том-то и потрясающий момент что мюллер и россов переписывались значит в порядке сдачи в плен а потом значит принимали плен неторопливо и старомодно да неторопливо и старомодно хотя немцы согласились сдались матрос вернер плача как пишут прямо таки поднялся на мачту поднял спустил флаг поднял белый флаг на грот мачте но сидней решил после этого прекратить огонь и понимаешь немцы никуда не пойти наконец на остров дирекшн собрать призовую партию капитан лейтенанта мюки насколько пострадал то сидней то есть он хоть хоть чего-то получил как лет сидней получил как минимум 11 попаданий на сильное мы был разбит кормовой дальномер был пожар боеприпасов складированных у носового орудия у англичан традиционно подача опережала возможности экипажей расстреливать снаряды это как никак не остановило юнга сидней получил первый в австралийском флоте крест виктории за потушенный заряд он его когда затлел оболочка заряда к 6-дюймовому орудию юнга мгновенно ухитрился кинуть его в катку с водой по расставленной по кораблю как раз для этой цели это действительно подвиг самообладания крест виктории был заслуженный вами в англии крест виктории в общем-то равноценен герой советского союза если даже не более редко вручаемая награда на сидней был убитых и умерших от ран четыре человека и человек был ранен на броня броня еще раз броня она спасла целиком и полностью от немецких снарядов 7 или 8 попавших корпус корабля немецких снарядов бессильно разорвались на броневые обшивки это бронем поясе да там трудно сказать даже пояс если посмотреть на схему бронирования легких крейсеров вот типа сидней как раз бермингемов и все вот эти последних таунов британских там броня по сути дела до верхней палубы и это давало им очень хорошие боевые возможности и стойкость и в ютландском бою когда и в других стычках даже получая тяжелые так сказать под тяжелым обстрелом корабли не страдали да опять же отсылаем к нашему циклу по ютланду там действия крейсеров в ютланде в результате сидней погнавшись за тремя зайцами уничтожил загнал на рейд киллинг 1 бюреск затопился фон мюке смотрел на все это с берега ему было плохо видно но он конечно догадался чем будет а экипаж эмдена убитые умерла от ран более 130 человек был действительно немножечко даже серьезно сердит потому что только если в 11 15 где-то в 11 30 эмден выкинулся на берег и окончательно прекратил огонь то только в 10 часов вечера почти через 11 часов англичане наконец-то начали снимать с эмдена матросов и офицеров за это время единственная так сказать польза помощь от австралийца была очень своеобразная экипаж бюреска который высадился на шлюпки и имел запасы питьевой воды и аптечки шлюпочные отправили на шлюпки рейсти к эмдену потому что на эмдене сгорела и полностью медицинская часть на нем не было лекарств единственное что мог сделать корабельный врач эмдена раненым он кололом морфий все это время там были в общем так так себе местные средства перевязки но разрушенная так сказать это операционная но там это медицинский блок был разрушен с попавшими снарядами очень глупость очень не ученый урок русско-японской войны что развертывать медицинский пост в корме в компании это одно из самых уязвимых и плохо защищенных мест так сказать на корабле пережиток парусного флота где наоборот за бортами это было как говорится когда стреляли ядрами когда были борта по 60 сантиметров толщиной в несколько слоев досок то ситуация была совсем другой экипаж эмдена сняли так кратко направили с довольно серьезными почестями в австралийские порты потом значит перевели кого куда офицеров на мальту но это мы уже говорили англичане начали тут же ну англичане не будут англичанами наследство франсису дрейка заветами дрейка верны первое что сделали британские матросы высадившись на эмден это сняли корабельную кассу там как я понимаю были кассы сняты с нет в корабельной кассе обнаружили 8000 чем-то мексиканских серебряных долларов это монеты которые ну для покупки для покупки всего и вся чеканившись из мексиканского серебра не обязательно в мексике которые на тихом океане ходили в общем ну примерно равные доллара сша или там примерно двум маркам как смотреть немецким никаких касс никаких снятых с кораблей захватов с призов эмдена нигде в официальных не говорится вот но с кассой эмдена два интересных случая интересный случай 1 потом в из тысячи значит из восьми тысяч этих монет тысячи монет были выделены местному австралийскому ювелиру который сделал неофициальные но крайне почетные медали из перечеканив из долларов захваченных цен медали которым были награждены все участники боя на сиднее адмирал джером капитан сильвер значит командующий конвоем несколько офицеров японских значит на из и буки и группа береговых чинов которые отвечали за выход сиднее в общем получилась такая замечательная памятная неофициальная но крайне почетная медаль и на другой стороны такого как бы за поймали зверюгу то мощно да да второй момент что чувствовали англичане все-таки свербе у них денежный вопрос неудобно было задавать конечно офицерам эмдена и скорее всего они бы не ответили но через какое-то время адмирал джером не успокоился и послал корабль к острову киллинг к выду к выкинувшемуся эмдену это уже после сидней это было в пятнадцатом году где на сувениры было снято два орудия сэмдена их можно сейчас увидеть в австралии прожектор более менее целый и не разбитый сэмден и найдено еще серебряных монет на 500 фунтов стерлингов сумма довольно маленькая для касс захваченных призов но довольно не маленькая для это проблема в том что сокровища сэмдена сейчас еще всплывут и мы сегодня о них обязательно расскажем вот потому что главный секрет сокровища именно что их нет их никто не нашел а второй секрет что все были уверены что они есть но не могли не могли немцы не набрать огромные сокровища так активно перехватывая неприятельские значит транспорта просто невозможно такое не бывает что же делать теперь у нас большая часть рассказа будет посвящена абордажной паре партии сэмдена так вот наверно стоит поправиться насчет этого брони сиднея о том что не до верхней палубы она была пояс просто но он пояс то высокий достаточно когда рисуют картинки желающие могут посмотреть на бронирование пояс был достаточно высокий плюс толстая обшивка 25 миллиметров прекрасно держала осколки поверх нее тонко это сам пояс достаточно высоты пояс который сохранил машинно-котельное отделение и все маломальски уязвимые части корабля от каких-либо серьезных поведений желающие могут книги по тауном у нас нормальных книг на русском языке не вышло но по близким по бронированию крейсерам типа айтуза вот книга прекрасно вышла из иллюстрированы система бронирования них одна и та же и халкинсы будущие тяжелые крейсера недаром их называют улучшенные бирмингемы поэтому защита в очередной раз сыграла свою роль и так у нас есть капитан-лейтенант фон мюке ельмут пятьдесят три человека разобрались 4 пулемета немец не мог не захватить десант взяли все четыре пулемета с эмдена но с другой стороны это логично у них же каких-нибудь десантных пушек барановского не было не было она у эмдена была но ее сняли еще в китае вместе с малокалиберными орудиями им полагалось 6 сантиметровая десантная пушка крупа казнозарядная не скорострельная еще девятнадцатого века но по причине ее полной бесполезности ее сдали ее сдали вот а вот пулеметы кстати тоже интересный момент постоянно пишут что пулеметы на эмдоне были мг-01 или мг-99 выпуска 1900 года а на фотографии пулемета мг-08 возможно какой то из пулеметов поменяли как говорится ну фанаты немецких пулеметов могут заняться этим вопросом как бы кто знает правильный ответ пишите комментарий не вопрос 25 винтовок несколько десятков тысяч патронов 4 пулемета и ельмут фон мюке решил оборонять остров дирекшн пулеметы были выставлены на позиции в от возможного десанта сиднея он ими собирался поясинные пробивать нет он собирался что закопаться и спрятаться в щели от обстояла сиднеем вот а когда сидный начнет высаживать десант то соответственно покосить его из да встретить десант из пулеметов и винтово что бонзая так ну бонзая так еще будет в нашем повествовании немцы не могли не сходить в штыковую но это будет потом дальше интересное расхождение в показаниях то есть желающие могут почитать значит перевод книжки фон мюке про на эмдоне не сделаны на русский язык перевод решение это о походе и интересный момент фон мюке утверждает что в какой-то момент ему пришла в голову идея воспользоваться имевшийся на острове дирекшн шхуны вот этой самой эйшей шхуна была довольно новая 1907 года постройки 97 регистровых тонн то есть это не маленькая 100 чем-то 115 120 тонн водоизмещения когда говорят что это маленькая скорубка на которой якобы 50 человек сидели потому что даже нормально лежать не могли это немножечко но 100 тонн это на самом деле как какой-нибудь катермошка нет в два раза больше катермошки на которых возили десанты по размерам она скорее ближе к речному трамвайчику только не такая комфортабельная вот проблемы были другие что экипаж то штатный 8 человек и коек имелось на 8 человек вот шхуна была частной компании шотландец этот рос владелец и эту шхуну часто называют до 30 метров в длину 70 метров в ширину такая в общем-то совершенно не маленькая шхуна эту шхуну часто называют яхты губернатора губернатор действительно некоторое время пользовался по пару раз сходил на этой шхуне а так в основном то она использовалась для перевозки в батаре голландскую стыдью как и знакомый маршрут им копры и прочих так сказать продуктов переработки кокосового деревьев шхуна была при этом ушатана в хлам шотландцы выжили из нее все еще в мирное время после семи лет эксплуатации выглядела она довольно хорошо но двигатель у нее нет парусная чисто парусная шхуна трехмачтовое шхунское вооружение паруса были гнилые такелаж был гнилой текли помпы резиново-кожаные прокладки кингстонов текли и самое как говорится что обидно текли баки с пресной водой о чем мюки и немцы конечно не знали дальше происходит вообще интересный момент рассказ о том что когда мюки предложил а не удрать ли нам на шхуне англичане на дирекшн так обрадовались круто спорим что вы никуда не дойдете утонете ну в общем это настоящий подвиг джентльменов безнадежное дело и кинулись добровольно немцам помогать это мол было дружеское со стороны англичан участие вот с другой стороны они логично представили что если будет бой за остров да то там все разнесут именно алексей именно так вот что итак натерпелись скрывается радист выполнил свой долг на дирекшн персонал кабельной станции 13 человек точно не способны никуда ничего не это самое ну действительно разнесут англичане предоставили провизию мюки совершенно добровольно они дали советы относительно ветров и погод все-таки начало ноября 9 ноября мюки постоянно в своей книге вышедший в ходе первой мировой войны очень сильно подчеркивает что это была истинная симпатия наверное напасался каких-то и поиск для этих доброжелательных персонала островитян за помощь врагам и рунам за три часа быстро набили какими припасами есть налили пресную воду подняли якая уже первое что заставило задуматься подъем якоей ржавый кабистан так сказать общее ну для немцев джавый кабистан я думаю что они уже там как бы быстро начали все чинить ну их быстро начали чинить потому что в момент прибытия Сиднея к острову который решил таки разобраться с десантной партией мюки уже два часа находился в открытом море благо по попутному ветру поставили все паруса здесь немцам еще припомогло то что мюки был спортсмен парусник не просто морской офицер а яхтсмен участник не как яхтсмен владелец собственной яхты это не та семья а участник парусных айгат и причем именно на шхунах то есть для него это была знакомая отработанная ситуация да шхуна была конечно крупнее всех яхт на которых он выступал но общие принципы навигации то они остаются за два часа они отошли больше чем на десять миль от острова и Сиднея их буквально не нашел маленькое пятнышко парусов дыма нет вечереет самолет послать невозможно самолет послать невозможно радаров тоже нет проблема в том что через два часа когда они значит вышли из наконец-то матросы матросы начали спускаться с палубы в трюм и обнаружили в трюме полтора метра воды это за два часа все дальнейшее плавание шхуны проходило под двумя мероприятиями мероприятие первое качаем помпами воду мероприятие второе помпы текут чинем помпы чинем помпы из сапог вырезаем замену резиновых прокладок одна помпа чинится другая качаем ныяем в трюм пытаемся как-то забить текущий значит кингстон который прокладка которого сгнила год назад вообще в какой-то момент было непонятно почему эта шхуна вообще как-то держалась на воде и не утонула до того до прихода эмдена но так или иначе упорство и главное наличие свободных рабочих рук да второе пока всем этим занимались вторая проблема у немцев вытекла вся вода поясная и тут я всегда говорил что трудно сказать где в действиях не эмдена расчет и дерзость командира а где банальная удача ну представим себе что на жемчуге нормально велась бы вахтенная служба французы подняли батареволу вот пара тройка снарядов попавших вряд ли жемчуг бы спасся от как минимум первой торпеды но несколько снарядов могли эмден нанести серьезное повреждение отходя от мадраса эмден чуть не встретился с броненосным крейсером Гэмпшир тоже результат достаточно предсказуем как я понимаю это бегство этой группы оно англичан несколько так сказать разозлило и потревожило что они же тоже могут кого-то взять на абордаж именно так ну они первоначально как говорится не знали вот вообще учитывая состояние шхуны они предположили что возможно группа решила сама себя отошли подальше от деревщины и утонули да еще на эйше шлюпок не было взять шлюпки которые было невозможно поднять тяжелые шлюпки с эмдена тем более взять паровой катер который был у Мюке у него было две шлюпки грибные и паровой катер никак то есть каких-то спасательных средств на эйше было на штатную команду в 6 там или 8 человек где везение везение началось даже тут пошли дожди и пресную воду собирали просто падающую с неба приспособили какие-то все посудины какие могли нехватки пресной воды на следующий день обильные дожди шли ну с другой стороны Индонезия это вообще поезд дождей Джакарда там в тысячи с чем-то километров это самое дождливое официальное место на планете Земля считается по падающим осадкам повезло часто считают благодаря не очень правильным рассказам и так далее что якобы так они и пошли до турецких территорий до Аравийского полуострова на шхуне это не так но существует картина высадка остатков экипажа эмдена картина была публиковалась и так далее она была нарисована еще в ходе первой мировой войны пропагандистская достаточно и там они высаживаются со шхуны ну как говорится чего только художник не нарисует нет на самом деле Мюккер шел в голландскую колонию на остров Суматра ближайшая голландская территория Голландии не травы при этом по дороге у них были планы если встретиться какое-нибудь судно Антанты транспорт то взять его на абордаж ну логично захватить и так далее 4 пулемета, винтовки если удастся застегнуть на стоянке какой-нибудь каботажник то его захватить да и вахтушем половину ухо вот 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 кстати это потом повторится в семнадцатом году с экипажем другого рейдера который капитан фон Люкнер парусный рейдер ну об этом наверное надо будет рассказывать отдельно там история русская перевод этой книги морской черт еще в старой орфографии успели ну опять-таки крайне поучительная история две недели шли парусами 800 миль довольно прилично так сказать расстояние и Паданг на Суматре Падангпорт его постоянно половина русскоязычных публикаций называют Пенангом нет в Пенангпорт они точно идти не хотят хотя там там же эсминцы то есть эти миноносцы по-моему какие-то ну Кананека де Бервилле второй миноносец который пистолет но в Паданге тоже нашелся миноносец как говорится такое ощущение что на Тихом океане куда не плюнь везде миноносцы только голландские и дальше начинается дипломатический казус голландцы хотят интернировать аэшу потому что шхуна потому что понятно что далеко эти ребята дальше не уплывут они предлагают интернироваться а шхуну поставить значит они признают что это честный немецкий трофей поставить в стоянку до окончания боевых действий ну а это Мюкки сообщает что аэша не является транспортным судном это боевой корабль кайзерлихмарина соответственно с боевым экипажем вот воевать как бы не знаю но давайте не будем выяснять в бою против голландского миноносца значит у кого бомбер выше в общем у кого крепче тогда голландец значит согласно всем протоколам вы имеете право зайти на двое суток по морским конвенциям в порт через двое суток обязаны раз вы военное судно покинуть порт поэтому голландец предупредил что проходили японские крейсера и вас собственно говоря уже ищут за две недели так сказать на всякий случай джерам и прочая компания успели сообщить что шхуна угнана и последних маяков сэмдон надо искать на этом договорились вошли в порт в порту нашелся как ни странно то есть ничего странного деятельный и четко понимающий свой долг немецкий консул первое у Мюке денег не было это вопрос немцев первым днем обеспечили деньгами во вторых в порту стояло несколько небольших немецких торговых судов и один угольщик Хойзинг каковой угольщик должен был снабжать если бы все было нормально по планам Кёнигсберг крейсер который действовал с побережья германской Африки ну а Кёнигсберг иногда отдельный рассказ там эпопеи на 9 месяцев Хойзинг соответственно уже знал что Кёнигсберг заблокирован англичанами и к Кэмдену его тоже не направили в результате он был свободен и готов полностью к применению но голландцы сказали что перегрузка с военного корабля на транспортный это уже не входит в планы нейтралитета не является частью нейтральных действий поэтому сделали целую комедию Хойзинг вышел в море голландцы значит сделали вид что ничего не происходит около пустого острова вне пределах трехмильной зоны сейше значит большая часть немецких моряков перешел на Хойзинг с припасами купленными Хойзинг уже был с припасами а дальше еще затопили то есть на этом ее приключения закончились разговоры что потом она была кому-то продана или еще что-то это опять не совсем достоверная часть после чего Хойзинг никого не встретив ни японские крейсера которые патрулировали по бережу Суматры ни британские крейсера участвовавшие в охоте на Эмден ни корабли направленные на поиски Мюке и его команды никого не встретив длинным обходным маршрутом избегая всех трасс спокойно прибыл в Йемен в январе 1915 года с одной стороны как вот правильно писал автор описывавший эту эпопею теоретически они находились в владениях союзного турецкого султана на практике законы как-то не очень соблюдались дело в том что об Эмдене к этому моменту знали все включая местных бедуинов и турецких чиновников в Йемене и с Мюке начали требовать бакшиш вы же пираты вы же перехватывали суда вы же набиты сокровищами поделись ну это же восток надо поделиться да восток дело тонкое восток дело тонкое Мюке делал страшные глаза никаких это самое какие деньги да у меня есть не много денег от немецкого консула но это казенные деньги вообще на возвращение и вообще мы союзники да конечно союзники поэтому вас спросим поделиться а были бы не союзники мы бы отобрали все ну вообще на месте местных чиновников портовых в Йемене это была довольно рисковая история потому что ну что там турецкая администрация несколько стрелков и вот и полиция с палками полсотни немцев 25 винтовок 4 пулемета да то есть они запросто могли свою непреклонную волю кайзера продиктовать этим прекрасным людям собственно говоря этим прекрасным государственным людям порт Хадейда рядом была продиктована вы нам выдаете верблюдов вы нам выдаете продовольствие а мы едем до железнодорожной станции которая значит аравийская железная дорога или хиджасская через год ее прославит другой авантюрист Лоренц Аравийский который на нее будет набегать пока еще Лоренц Аравийский там не набегает вот но бедуины уже грабят все вообще первая мировая война в Саудовской Аравии заслуживает отдельного рассказа ну желательно чтобы это был хороший специалист арабист и жалко что вот человек который примерно хорошо знал все это скончался это же же панцерпапа он это хорошо знал тут у меня как говорится даже фантазия если бы я писал фантастику мне бы сказали автор ты гонишь ну начать с того что ключевым английским разведчиком в регионе являлся человек который мог бы стать вторым Лоренсом или Лоренс бы если бы он не погиб в ходе войны человек у которого настоящее имя и фамилия сэр капитан значит английской армии Уильям Шекспир ну так получилось вот во вторых ну история аль Сауда который из предводителя небольшой шайки бедуинов стал королем Саудовской Аравии происходит примерно тогда и там в третьих осада Йемена в течение трех лет местными бедуинскими племенами и турками англичане его обороняют ну там отдельная так сказать песня в четвертых большинство бедуинских племен не держат в сторону ни англичан ни турок а держат те кому его платят некоторые отдельные талантливые шайки за время первой мировой войны меняли сторону раз пять или шесть подобное характерно скорее для гражданских войн но с другой стороны либо просто что называется война которая где-то были на периферии от этих людей где далеко от этих людей они просто на нем на них делали деньги да люди просто контролируют караванные пути и вот по этим караванным путям значит движется небольшая группа немцев про это сняли фильм фильм довольно неплохой фильм довольно упрощенный то есть все приключения в фильм не вошли иначе это был бы довольно приличный сериал для начать с того что чиновники турецкие хадиды сказали что в общем не хотите давать бакшиш а вы знаете что в порт в соседний вошел французский броненосец вот сейчас пойдут французы вас всех тут перебьют нафиг Мюкки проверил местные жители рассказывают да броненосец французский да французы кругом это самое Мюкки не поверил несколько матросов бои и офицеры были высланы на разведку обнаружили пустой порт отсутствие каких-либо броненосцев французов в этот момент Мюкки для себя сделал первые два правила первое арабам не верить второе местным турецким чиновникам верить надо еще меньше чем арабам дальше из хадиды они вышли все-таки еще на пароходе хойзинг вот городок элит высадились я вот не помню по-моему все-таки хойзинг они затопили вместе с экипажем хойзинга потому что интернировать его было бесполезно а ближайшие рано или поздно англичане пойдут его потопят экипаж хойзинга остался интернировать ну то есть а матросы Эмдена двинулись на верблюдах купленных как пишет Мюкки проверить мы не можем купили ли они этих верблюдов у бедуинов или имея как правильно было сказано кучу денег и множество патронов можно ли купить верблюдов или можно так получить но это вопрос не понятный они двигались на север имея в качестве карт туистический атлас двигаясь по шлюпочному компасу но они задачи-то они какую ставили задача была дойти до турецкой железной дороги прибыть в Стамбул по железной дороге а там дальше это самое проблема в том что бедуины в какой-то момент значит где-то на середине дороги вдоль побережья Саудовской Аравии атаковали их в общем-то довольно неслабый отряд в 300 сабель тут можно на 4 пулемета да тут можно вставить кадры из любых советских фильмов про басмачей вот причем бедуинов пулемет это остановили плохо бедуины быстро и бодро скакали не собираясь в компактную валу прячась за барханами но полностью разбежались после того как немецкие матросы плюнули все и пошли в штыки штыковую бедуины не приняли немцы остановились от бедуинов значит явились парламентеры чей-то вы на нас нападаете мы вообще-то союзники вы подданные турецкого султана у нас мировая война идет вы союзники бедуины сказали да конечно вы конечно союзники поэтому сдайте пожалуйста все оружие все боеприпасы еду и воду и дайте нам 11 тысяч фунтов стерлингов золота а машину вам с толкача не завести логично спросили немцы откуда взяли бедуины сумму в 11 тысяч фунтов стерлингов золотом ну по тогдашним ценам это 4 или 5 самолетов истребителей каких-нибудь или корпусных разведчиков с моторами пулеметами и всем прочим сто с чем-то фунтов стерлингов стоил пулемет с танковой Виккерс ну в общем у бедуинов руба не дура если эти условия выполнить то значит вас не тронут тогда еще раз пошли в штыковой нет тогда значит Мюкки ответил денег нет оружие не сдаем опять значит теперь бедуины начали наскакивать и стрелять с больших дистанций в том числе навесным огнем не подставляясь под пулеметы двое немецких солдат было убито шестеро было ранено началась проблема с пулеметами их забивало песком вот в какой-то момент так сказать все 4 пулемета заклинило также погибло от этого навесного огня верблюды в основном вьючные из трупов верблюдов собрали баррикаду засели так сказать в круговую оборону за трупами вот два немецких матроса один из которых до этого работал на ливантийской линии знал арабский язык и турецкий то есть немецкие матросы служившие в втором флоте оказались бесценным приобретением для это самое переодевшись в бедуинов с трупов убитых бедуинов пошли пешком ночью Бранденбург 800 начало да вот такое ощущение что да полностью импровизированное потому что вряд ли это было заранее продумано но прошли ближайший город в джиду и значит решили да так что если там двое суток не то самое тогда будем пробиваться в джиду без этих разведчиков пришли в джиду нет те матросы пришли в джиду подняли в джиде оказался целый сын сын эмира мекки это те самые хашемиты которые сейчас иорданская королевская семья вот ничто иное как вот правитель современной иордании ее родня сын эмира мекки поднялся со своим отрядом бедуины значит отступили обеспечил эскорт вежливо начал это самое перед мюки раскланиваться и так далее и на третий день пока продолжали двигаться в эскорте с этим сыном эмира мекки а мекки каким-то образом постепенно беседуя выяснил что бедуины были наняты сыном эмира мекки который собирался захватить сокровища вся эта история что он их освободил это театральная постановка ну вот желающие могут почитать книгу эйша там масса интересного момента вот поэтому бдительность не теряем пулеметы чистим вот и так далее главная проблема значит движение с этим сыном эмира мекки что ну рано или поздно он придаст это первая проблема вторая эскорт эмира мекки был немножечко вороват крали все включая там носовые платки брошенные перевязочные материалы но в какой-то момент арабы опять как прекрасно описано арабы перехитрили сами себя к этому времени они уже закупились в Голландии нормальными санитарными средствами в том числе у них была с собой бутылка кастоки арабы украли и распили бутыль кастоки после этого они покинули чатик не в этом дело после этого они решили что немцы какие-то сверхлюди раз они это с собой тащат значит они это пьют раз они это пьют и с ними это не происходит то это джины шайтаны и дети шайтанов надоело это все за два дня пути до уже станции железной дороги уже ближе все таки они подошли конечная станция железной дороги ветки на константинополь а Мюкки ночью со своими матросами раненые пришли в себя подлечились ночью оторвались от эскорта сына Мюкки и ночной марш-бросок кто пешком кто на верблюдах достигли станции железной дороги где была нормальная наконец-то туецкая администрация которая встретила их с войсковым оркестром с почетным караулом не вымогала из них никаких денег вот обеспечили им отдых а про эмира значит с эмира Мюкки сказали а хорошо что вы у него не остались мы знаем что он вел переговоры с английским командованием чтобы вас всех продать проблема в том что он хотел с английского командования денег то есть бесплатно передать вас не хотел он хотел чтобы ему англичане заплатили может быть вот эта сумма 11 тысяч она как-то была калькуляция да приз за там ну как за капитал лейтенанта пять тысяч за трех ультер офицеров англичане предложили десять тысяч а тебе подумали а давайте мы предложим на тысячу больше может быть перекупят нас да так они добираются до железной дороги раненых и убитых 23 мая в Константинополе почетный кораулу Зребина и Бориславу встречал отряд 47 тысяч человек на этом 47 человек значит прибивших ну раненых и убитых похоронили раненых оставили долечиваться а вот 47 здоровых и легкораненых торжественно вступили в строй дальнейшая судьба как говорится вне пределов рассказа но эпопея была действительно эпической вот простите меня за тавтологию прибыли они соответственно 23 мая 1915 года 9 ноября погиб Эмден и началась эта эпопея 23 мая они вернулись ну наверное это было такое достаточно светлое и романтичное пятно не считая примерно сорока убитых бедуинов двух убитых немецких матросов или трех там кто-то по-моему умер от ран в общем такая прекрасная история которая заслуженно была экранизирована недавно и фильм то получился фильм есть кстати да доступен получился достаточно неплохим немцы любят такие легендарные и эффектные походы англичанам тоже как говорится понравилось это все в рамках джентльменского подхода к делу теперь попробуем подвести как бы итоги часто пишут что действия Кейси Рэмдона вызвали подъемы страховых ставок и так далее и так далее нет как раз действия Кейси Рэмдон подъем страховых ставок на этих маршрутах не вызвал задержку движения ценных грузов да в Англии о действиях Эмдона напечатала Таймс как раз тогда начала складываться английская легенда ну как известно мы все фильм про Шарлка Холмса смотрели ведь это напечатано в Таймс сказал Мисс Хатсон это же не может быть неправдой так пишет Таймс она не ошибается написали что несмотря на невероятные примеры барбаизма которые показывают германские войска на фронтах первой мировой войны вот на все вот действия командира Эмдона и действия его экипажа это пример настоящего фаерплей честной игры и в общем то так в Англии это все и воспринимали как эпизод наверное 19 скорее века как эпизод войны былых времен когда уже начались все таки мы понимаем что ноябрь 14 года это уже окопы Фландрии это грязь по уши это еще конечно не Пашендейл не Сомма но близко к этому это уже оборона Монса это уже чудо на Марне все прошло для англичан это был такой вот красивый колониальный случай кончившийся английской победой героический Сидней так сказать но тем не менее Эмдон как я понимаю себя окупил захват полностью Эмдон нанес прямого ущерба на стоимость даже не легкого крейсера а в 10 раз больше своей стоимости от 1,7 до 1,9 миллионов фунтов это только прямого ущерба не считая стоимости жемчуга и французского миноносца как военных кораблей Эмдон ну в общем утопил Дейдноут по деньгам а охота на Эмдон отвлекла от 20 до 30 кораблей часть из которых охотились не только на Эмдон немецкую крейсерскую войну надо понимать целиком а еще для англичан конечно Эмдон был последним точнее предпоследним они не знали что не менее удачливый чем Эмдон тоже 70 с лишним тысяч тонн потопленного ножа рейдер немецкий Корсруэ на самом оживленном маршруте то есть в Атлантике действовал при этом самый лучший и новейший это был турбинный крейсер с 27 узловым ходом взорвался 4 ноября от внутреннего взрыва разломился пополам и затонул об этом англичане не знали они считали что Корсруэ где-то там еще считается Кёнигсберг который представил собой большую опасность но из-за проблем с машиной был уже заперт в дельте реки Руи Фиджи то что его 9 месяцев будут оттуда выковыривать и выковырят только летом 1915 года с применением мониторов линкоров стрельбой корректируемость самолета попытками бомбежки с самолета кстати желающие если кто будет с вас в Африке из всех наших рассказчиков Эмден окончательно доразобрали в 1970-е годы а вот корпус Кёнигсберга еще можно посмотреть даже на спутниковых фотографиях желающие могут его найти там еще довольно много того Кёнигсберга осталось казалось что немецкая крейсерская война закончилась она довольно дорого обошлась англичанам считая эскадру шпея она обошлась в два броненосных крейсера в два бронепалубных крейсера один русский один английский в кучу торговых судов там порядка сорока с лишним но она закончилась она закончилась о том что вторая волна будет в виде выхода немецких вспомогательных крейсеров об этом еще никто не знал и уроки Эмдена первое любой рейдер эффективен только как его снабжение весь эффективность действия что он с самого начала имел при себе угольщик и дальше ему дважды удавалось перехватить суда природные для сопровождения Эмдена с грузом высококачественного угля именно корабельного ну во первых случаясь во вторых в Индийском океане волей-неволей ходит большое количество угольщиков на Тихом океане не было хорошего корабельного угля его надо было возить из метрополии поэтому рано или поздно ты нарвешься на очередной угольщик еще пару лет и флоты начнут переходить полностью на жидкое топливо а уж чего на Тихом океане та же голландская Устын где полно так это жидкого топлива ситуация полностью изменится второе угольщик то есть это и рейдер может хорошо работать пока у противника нет нормальной налаженной службы оповещения связи и так далее первая же радиостанция дирекшн которую атаковали радист который не потерял самообладание который догадался причем как утверждал радист что он догадался что это немец по характерному почеку радиостанции телефункин немецкие звучали по-другому чем радиостанции марконе ну да вот что профессионал профессионал всегда поймает мелкие отличия вот и поэтому любые опознавательные знаки надевай лишнюю трубу не надевай сигналь что ты веймут это ярмут то есть пардон это не поможет как только все береговые станции все береговые посты слежения получили хотя бы телеграфную связь следить за рейдерами стало проще конечно рейдеры еще и во вторую мировую опять таки и в индийском и в тихом океане отметятся немецкие но уже я бы сказал но на лопата это уже так себе но лопата так себе это авантюра самого лансдорфа как говорится увидев охраняемый конвой согласно всем инструкциям все что он мог сделать правильно это уйти в сторону вместо этого он решил что там легкие крейсеры два эсминца и кинулся на перехват это самоуверенность и кстати самоуверенность после удачного рейда потому что по большому счету и эмдон погиб благодаря капитану мюллеру карл фон мюллеру самоуверенность его когда он решил что нападение на остров дирекшн и получил сигнал что приняла эскадра конвой и идет сидней он решил что англичане далеко другим рейдерам это наука если бы не ошибка карл фон мюллера веревочка рано или поздно где-нибудь закончилась но у эмдона неизбежно были бы какие-то еще приключения англичане нормально наладят связь и систему оповещения к середине первой мировой войны они будут уже контролировать даже попытки прорыва вспомогательных крейсеров да конечно был блестящий рейд вольфа больше года 435 дней в море были еще какие-то действия но леопард допустим был перехвачен на выходе ну одним словом вот эта сама идея крейсерской войны она например показывает что даже такой блистательный командир такая блистательная команда она долго воевать не может да главное что она совершенно бессильна против конвоев сопровождаемых крупными боевыми кораблями и главное что она бессильна как только будет разрушена вся система этапиндинс в нейтральных портах арестованы немецкие консулы с пачками денег с документами и так далее страны поддерживающие нейтралитет будут обеспечивать запрет на выход немецких транспортов из своих портов а это кстати англичане наладили блестяще они предложили всем странам где есть интернированные в портах немецкие транспортные суда в восемнадцатом году Гватемала Гондурас и прочие великие могучие республики резко объявили войну Германии за разрешение конфисковать стоящие в их портах немецкие суда во вторую мировую они вообще не церемонились нападая в общем-то да блокируя и захватывая немецкие транспорта в территориальных водах нейтралов блокируя даже нападая командос стоящие в испанском порту в Африке был такой скандальный момент немецкие нейтральные суда подозревая что с этих судов обеспечивает снабжение немецких подводных лодок вот об этом тоже сняли фильм совершенно глупый и все что показано в кино было строго наоборот ну бывают и такие кинофильмы и крейсерскую войну очень долго и тщательно надо организовывать все мечты русского командования перед русско-японской войной все эти романы Беломора русский крейсер русская надежда и так далее они меркнут перед бухгалтерией проверка рейсов тщательнейшей работы да и необходимость связь связь и связь если тема понравится и вы захотите следующие рассказы о немецкой крейсерской войне первой мировой войны мы обязательно это продолжим там есть масса интересных эпизодов пишите комментарии например история моего любимого вспомогательного крейсера Кранпейнс Вильельм вот где все прекрасно он продержался дольше всех немецкий как Эмдон продержался дольше всех ну формально последним крейсером был Дрезден бежавший из-под фольклендских островов и скрывавшийся в чилийских водах еще несколько месяцев тот самый на котором служил Канаис небезызвестный вот но как пишут все историки крейсерской войны главная проблема Дрездена была в том что его командир не был Мюллером он не был инициативным он сидел и ждал приказов в отсутствие связи он сидел и ждал снабжения ждал приказов вместо ведения крейсерской войны кончилось с тем что корабль был бесславно перехвачен двумя британскими крейсерами прямо в чилийских водах и на глазах у чилийцев полное нарушение нейтралитета на которое англичанам было плевать обыкновенным образом расстреляно потоплен командир рейдера должен непрерывно думать головой и проявлять инициативу метаться туда-сюда менять крейсерство ну и вторая мировая война это тоже показало когда меня спросили как-то раз вот я сейчас с удовольствием отвечу а были ли рейдерства после второй мировой войны желающих могу отослать примеры рейдерских действий во время испана о господи и индийско-пакистанского конфликта в 1970-е годы индийско-пакистанской войны там и индийский флот провел не только авианосно-ударную группировку побережья Бангладеш с ударами по морским и береговым объектами в стиле в лучших традициях второй мировой войны но и действия рейдерского соединения перехватившего несколько пакистанских транспортных судов вот это последний пример настоящего в стиле первой мировой рейдерства по-моему 1971 год после этого подобные случаи ну и нормальных таких конфликтов чтобы с сопоставимым торговым флотом с масштабами мне в общем неизвестно потому что перехваты сомалийских пиратов это совсем не про это на этом на этом все если есть какие-то вопросы у вас алексей валерьевич о чем еще можно сказать приложение к этому да наверное про эмден мы рассказали все так действительно пожалуйста пишите в комментарии о чем бы вы хотели услышать соответственно наши ролики выходят благодаря вашей поддержке все ссылки будут в описании подписывайтесь на спонсоре на нас и я думаю что мы всегда найдем темы о которых можно рассказать всего доброго до свидания до свидания